И проект «Стэнфорд аутизм» для Украины. У нас уже было 3 или 4 лет. Первая была про ПТСР и невроз у нейротипичных детей. Вторая лекция была про фармапсихологию. Третья была про диагностику у детей с аутизмом. И предыдущая была про невроз и волнительность у детей с аутизмом. А сегодня я хочу представить наших спикеров по теме PRT. Это терапия по основным реакциям. Клинический профессор в Стэнфорде университете. Грейс Генгу вместе со Марией и Стефаней Милан. Наш клинический терапевт по PRT. И также вместе с Катериной Пачек, которая является частью нашей исследовательской команды, которая есть в мастерской этой деятельности. Значит, вопросы и ответы вместе с лекцией будут примерно час-пятнадцать минут, и через несколько дней мы выложим запись на английском, украинском и русском на наш сайт. Я сейчас скину сайт, там, где люди могут посмотреть тренд на предыдущие лекции и посмотреть два расписания для следующих лекций. Вы можете задать вопросы в части вопросов и ответов. Мы будем этому не пулить и будем уходить зачитывать вопросы. И так, я бы хотела вас передать слово вашему вкусу, Стефане и Катерине. Большое спасибо, доктор Хардо. Очень приятно быть здесь вместе со всеми вами. И что мы планируем сегодня сделать, это поговорить немного про тип терапии для аутизма, на которой мы исследуем и с которым мы работаем в Стэнфорде. Мы хотим поделиться с вами нашими исследованиями и очень большим количеством практических стратегий, которые могут помочь вам замотивировать ваших детей с аутизмом и других нарушениях развития. Так что, неважно, вы родитель или психолог, который работает с ребенком, я надеюсь, что вам будет это полезно. На следующем слайде я расскажу наш пломб на сегодня. И я начну с краткого описания истории технологий PRT, чтобы всем, кто еще никогда не слышал про эту терапию, могут понять, что это, и разобраться, где она стоит в терапиях аутизма. Также я коротко поговорю про некоторые исследования, также свежие исследования, в которых участвовал доктор Харден и наша команда в Стэнфорде, делала последние несколько лет, чтобы вы могли посмотреть на информацию, которая поддерживает такой вид терапии. А потом я передам слово моей коллеге Катерине, которая поделится с вами форматом, который мы используем, когда мы обучаем родителей о том, как делать PRT со своими детьми, чтобы вы увидели структуру, как мы это организовываем и как обучаем в течение 12 недель, когда работаем с семьей на еженедельной основе. Также она поговорит про то, как мы структурируем возможности обучения, то есть то, что мы называем ABC PRT, то есть немножко контекста, прецедент, то, что происходит до обучающего момента и как мы используем награды и последствия. И в конце концов я передам слово Степани, которая расскажет нам некоторые примеры о том, как использовать мотивацию PRT, как использовать стратегию PRT для мотивации маленьких детей. То есть как использовать эти возможности, как их создавать, чтобы несмотря на то, что происходит, где вы находитесь, вы могли использовать эти методики. Итак, следующий слайд. Я сначала сделаю несколько комментариев, после чего мы подключим. Итак, раннее вмешательство для детей с аутизмом в общем. Так, у нас есть много разных типов терапии, которые мы можем использовать с маленькими детьми. И, возможно, вы знаете некоторые из них, разные философии, теории о том, что считается лучше терапией. Я люблю организовывать свои решения под этими тремя вопросами. То есть, когда вы думаете про терапии, которые вы предоставляете детям, подумайте о том, как они отвечают на эти вопросы. Первый вопрос. Кто является лидером? То есть, кто делает все решения? Кто важный? Кто самый важный? Кто принимает решение о том, что ребенок учит и как в этой терапии? То есть, например, есть вариант женщины с карточкой черепашки, и она решила, что она научит своего ребенка о том, что такое черепашка. То есть, тот лидер взрослый, родитель. Также это можно сделать в противоположном варианте. То есть, мы можем следовать за тем, в чем заинтересован ребенок. И вместо того, чтобы взрослый решил, что мы сегодня будем получить информацию про черепах, то ребенок в моменте, когда он видит живую черепаху, это используется как возможность, чтобы обучить ребенка как-то про черепаху, прямо на месте. То есть, некоторые терапии, их ведут взрослые, являются лидером, в других терапиях являются ребенок лидером. Оба варианта работают, но есть некоторые хорошие моменты в том, что мы следуем за ребенком, потому что тогда у ребенка своя мотивация учиться. Второй вопрос – это где происходит обучение? Ну, конечно, мы можем сесть ребенком в классе, за столом, далеко от всех, и обучать его там, то есть, там очень все ограничено, очень все под контролем. Или мы можем обучать его везде, где мы находимся, во дворе, на кухне, в столовой, в ванной, то есть, везде, где сам ребенок находится. И хотя такой вариант обучения в структуризированной комнате, который далеко от всего, что можно отвлекать, он работает, но есть определенные хорошие моменты в том, чтобы обучать вот на месте, где находится ребенок. Третий вопрос – это какая цель терапии? Иногда мы хотим, чтобы ребенок научился простым когнитивным или академическим заданием и знанием, например, разница между синей и красной, и мы хотим, чтобы они выучили свой альфавит, цифры, то есть, очень конкретные такие навыки. Но очень часто то, что мы реально хотим для ребенка, это общение, это отношения. И намного важнее, чтобы у ребенка была связь с теми, с кем он общается. Поэтому эти терапии, которые концентрируются на интересах ребенка, которые происходят в реальной жизни ребенка и которые работают над общением и отношениями ребенка с другими людьми, это те, которые покажут лучшие результаты, особенно в плане мотивации ребенка. ФРТ — это одна из таких терапий, натуралистических, развивающих, поведенческих терапий. Она фокусируется на интересах ребенка, в любом, неважно, где она находится, и также общение и отношения является приоритетом. Тех, кто знает другие натуралистические, развивающие, поведенческие интервенции, это только одна из них. Значит, ПРТ использует принципы ABA. То есть наука подтверждает, что элементы ABA являются эффективными для аутистов. Но в то же время ПРТ основывается на развитии ребенка природным, то есть оно следует за его интересами. Ну и, конечно же, оно происходит в реальной жизни, в окружающем мире ребенка. Для информации, ПРТ основана на... подтверждена научно. Она одна из десяти полных моделей терапий. И самое последнее исследование в 2015 году показало, что это одна из 14 установленных терапий. На следующем слайде мы смотрим на то, почему это основная. Значит, почему это центральная такая вот реакция. Мы смотрим на определенные поведения, которые мы хотим улучшить. Но не только одно какое-то конкретное, но мы хотим, чтобы вот это ключевое изменение изменило поведение в общем ребенка к лучшему. И у нас есть несколько вариантов, когда мы делаем терапию. Мы можем разбить необходимые навыки на очень маленькие составные части и учить ребенка одному элементу за раз. Но это очень медленный вариант. Или же мы можем сконцентрироваться на центральных поведенческих элементах, поскольку наша теория состоит в том, что одно изменение в таком центральном поведенческом элементе изменит поведение в других местах, с которыми не работаем напрямую. И основная зона, над которой мы работаем в ПЕРТИ, это мотивация. И причина этого — это потому, что исследования показали, что когда у детей с аутизмом есть мотивация, они могут сделать очень много всего, они могут сделать намного больше, чем они бы сделали без. Поэтому, когда мы подключаем их мотивацию, мы видим, что у них улучшается и зрительный контакт, и другие разные навыки, которые мы, в принципе, не обучали. И это особенно важно, поскольку, насколько вы знаете, для многих аутистов им тяжело при общении. И для них общение не является мотивацией. И часто для них это сложная часть, и нам тяжело подобрать эту мотивацию для них. В отличие от нейротипичных детей, у которых мотивация к общению есть изначально. Итак, кусочек исследования, которое мы опубликовали вместе с доктором Харденом и нашими коллегами несколько лет назад, где мы сравнили обучение родителей в том, как делать ПЕРТИ со своими детьми. И мы это сравнили с общей группой, которая говорила про аутизм, но не обучала ПЕРТИ. Значит, во-первых, мы хотели посмотреть, могут ли родители в группе обучиться за 12 недель, как работать с ребёнком по системе ПЕРТИ. И график слева показывает, что изначально все примерно находились на одном уровне. И синяя группа — это те, кто занимался с ПЕРТИ. После 12 недель у них стало намного лучше с выполнением заданий. они научились использовать ПЕРТИ в более чем 80% ситуации. То есть они успешно обучились точно использовать ПЕРТИ после 12 недель обучения. И это очень классно. Но что было ещё прочее, это то, что когда родители научились давать ПЕРТИ своим детям, то справа вы видите, что уже через 6 недель, и через 12 недель сами дети показывали больший прогресс в речевых навыках. То есть на записанном общении с родителями они говорили больше, они делали больше звуков. И это показывает, что обучение родителям в группе раз в неделю показывает очень серьёзное улучшение в речевых навыках и развитие детей всего лишь за 12 недель. И на следующем слайде у нас следующее исследование, которое мы опубликовали несколько лет назад. То есть ещё ещё одно тестирование. Тут было немножко более интенсивно, и немножко дольше оно продолжалось. Значит, дети от 2 до 5 лет с серьёзными задержками речевого развития. И их рандомизировано сделали... Значит, одна группа имела комбинацию ПЕРТИ с родителями плюс 10 часов в неделю других терапевтов в течение 12 недель. И с 12 по 24 недели всего 5 часов работает этот терапевт. То есть мы хотели посмотреть на то, как добавление терапевтов влияет на то, как родители занимаются с ребёнком дома. И опять-таки мы сравнивали это со второй группой, где дети продолжали обычные свои терапии без изменений. И на графике вы видите в красном то, как группа ПЕРТИ. И тут она показывает, сколько раз за 10 минут ребёнок пытался что-то сказать родителям. И вы видите, что тут разница на 12 неделя. Значит, сначала группа ПЕРТИ после 12 недель они намного больше общаются. И, в принципе, до 24 недели они всё равно говорят намного больше, чем синяя группа. И опять-таки около 91 процента родителей правильно использовали ПЕРТИ на 12 недель. И дополнительно то, как мы измеряли результаты, это краткое наблюдение изменения в социальном общении. Это новая система, и с помощью неё отслеживаются изменения в ключевых симптомах аутизма. То есть, уменьшение в госпе показывает улучшение в симптомах аутизма. То есть, вы видите, что на праздном 12 неделях, особенно 24, дети в группе ПЕРТИ показали менее сильные симптомы аутизма. И, конечно, это не очень хорошо, что дети в стандартной группе, которые получали стандартную терапию, не показали никаких изменений. То есть, это исследование нам дало надежду, что ПЕРТИ улучшает не только навыки коммуникации, но и улучшает симптомы аутизма. когда при общении аутистов с родителями. То есть, когда родители используют терапию ПЕРТИ, то дети, во-первых, начинают больше общаться, и, во-вторых, симптомы аутизма тоже становятся менее заметны. На следующем слайде. тут немножко посмотрим на некоторые исследования, которые мы делаем в Стэнфорде. То есть, тут есть сайт, где вы можете посмотреть. У нас есть сейчас три исследования, которые сейчас проходят ПЕРТИ. Значит, это доктор Харден проводит нейросканирование, где мы смотрим на то, как структура мозга может предсказать развитие ребёнка. То есть, мы пытаемся понять на то, кто лучше реагирует на АПЕРТИ, и можем ли мы предсказать результаты с помощью сканирования мозга. Ну и также мы отслеживаем изменения в мозге ребёнка после 16 дней ПЕРТИ. Второе тестирование это ранняя интервенция тестирования, которая проходит в центре. Так что, мы смотрим на то, на то, как дети реагируют, когда терапия ПЕРТИ им даётся не дома, а в центре. И последнее, что мы делаем, это онлайн обучение родителей. То есть, семьи в США и Канаде мы тестируем то, насколько эффективно обучение ПЕРТИ родителей, когда оно происходит в онлайне. То есть, через, например, Zoom. А теперь следующий слайд и я передаю слово Катерине, которая вам немножко расскажет о том, что мы делаем, когда родители попадают к нам в ПЕРТИ как это структурировано, как это системизировано. И чтобы в конце этих 12 недель родители могли самостоятельно давать ПЕРТИ терапию с этим. Спасибо. Чтобы для начала вы видите наш общий план по неделю. первая сессия это только для родителей. Эта лекция похожа на то, что мы делаем сегодня. То есть, мы рассказываем о том, что такое ПЕРТИ и чему родители будут обучаться в течение следующей книги. После этого сессия с родителем и ребенком. То есть, первые 10 минут мы обучаем разным принципам ПЕРТИ, а потом мы их используем в течение сессии ПЕРТИ. То есть, мы смотрим на то, как родители общаются с детьми и тренируем родителей использовать техники, которые мы им преподаем. Также у нас есть домашняя работа для родителей. И мы обязательно на каждом следующем занятии смотрим на то, как родители заполнили вопросник на домашний. И мы также обсуждаем то, как все проходило на предыдущей сессии. На этом слайде вы видите, что у нас есть опять несколько сессий, которые происходят только с родителем на 9-11 неделе. И это замечательная сессия, где мы делаем видеоревью. То есть, в течение недели родители присылают запись 10 минут, где они играют с ребенком и работают с ним по системе ПЕРТ. и дальше мы оцениваем то, точно родители, насколько правильно они используют ПЕРТ. То есть, это тестирование может провести с кем угодно, с родителем, с терапевтом, с учителем. И очень хорошо такие вот сессии поддерживают исследования, о которых мы вам рассказывали раньше. То есть, 91% точности и правильности использования ПЕРТ. И поскольку мы отслеживаем то, как родители используют ПЕРТ. И очень это хорошо для родителей, поскольку они могут увидеть, что у них все хорошо получается. Следующий слайд. Это наш ABC. АБВ. Значит, ПЕРТ он использует прецедент поведения под следствием модели. Это то, что мы используем, чтобы понимать и менять поведение. АБЕ использует похожий момент, похожую систему. И в ПЕРТ мы точно также используем этот ABC. Значит, сначала у нас прецедент. прецедент это то, что происходит до того, как происходит поведение, с которым мы работаем. То есть там это может быть подсказка ребенку, чтобы он что-то сказал. То есть в этом варианте машина. А что ты хочешь? И ребенок хочет машинку, например. Это наш прецедент. Дальше это поведение. То есть это ответ нашего ребенка, реакция. И потом последствия. И это то, что мы даем ребенку. Это наши награды для ребенка, чтобы он запомнил, что он делает это хорошо. То есть в этом примере мы видим, что прецедент это машина. мы спрашиваем у ребенка, что ты хочешь? Ребенок отвечает машинку, и мы даем ребенку машинку. То есть это натуральные последствия, поскольку они зависят от реакции ребенка, и они логичны. Также при использовании приоритей, и когда мы создаем возможности ребенку говорить, то мы смотрим на то, что ребенка может делать, и его мотивацию, и мы смотрим на то, кто контролирует последствия. Желательно, чтобы контрольные последствия были общим. И когда мы обучаем родителей, первое, что мы учим, мы говорим «посмотрите на ребенка, понаблюдайте за ребенком, а потом присоединитесь к нему». То есть понаблюдайте за его языком тела, в чем он заинтересован и так далее. То есть это тот пример с черепашкой. Ребенок показал, что ему интересна черепашка, а дальше мы посмотрим, как мы можем обобщить контроль над черепашкой, и мы можем посмотреть, как мы создаем прецедент, чтобы ребенок что-нибудь сказал или отреагировал, как мы хотим с этой черепашкой. Следующий слайд. Прецедент. Это любой вопрос, просьба или возможность, чтобы ребенок отвечал. У нас есть четыре варианта, как мы можем дать эту возможность ребенку. Первое это моделирование, когда ребенок напрямую имитирует слова, вопросы или комментарии, которые вы ему даете. То есть например, мы говорим машинка, или когда ребенок закончил пазл, мы можем сказать ура, мы собрали пазл с машинкой. Дальше есть открытые вопросы. Это когда например вопрос а что ты хочешь? И ребенок и то, что мы ожидаем от ребенка это ответ на наш вопрос. Следующий вариант это подсказки. Это невербальная подсказка или задержка во времени. То есть это то, когда у нас в руках машинка и мы ничего не говорим ребенок говорит ребенок реагирует на то, что мы держим машинку потому, что он ее хочет. И есть спонтанная инициация. Это когда ребенок реагирует на случайные возможности для коммуникации. Это они создаются природ. ребенок в этой презентации мы поговорим о том, как мы можем создать природные возможности для детей. Например, задержка во времени, что мы часто используем. И когда мы понимаем, что хочет ребенок, но еще это не делаем. И это тяжело, потому, что мы хорошо знаем наших детей, мы можем предсказать, что они хотят, и мы сразу впрыгиваем в это и даем то, что им нужно. Но иногда нужно сделать шаг назад, и даже когда вы знаете, что он хочет машинку, вы ему не сразу давайте машинку. Подождите, пока он скажет, или как-то покажет, что он хочет. Также мы разбиваем разные действия на кусочки, чтобы ребенка была возможность попросить еще добавки. Например, мы не даем ребенку сразу весь пазл, а мы ему даем по одному пазлику, чтобы ребенка была возможность сказать «Дай пазлик кусочек еще». Для спонтанной инициации нужно делать немножко подробовку. То есть меня привычно делаем небольшие сюрпризы. например, вместо того, чтобы поставить машинку правильно на дорожку, мы ставим машинку вверх ногами, чтобы ребенку была возможность сказать «Переверни в другую сторону, неправильно». И так мы играем в наивного взрослого. Мы забываем некоторые вещи, например, вечером может быть мы забыли его игрушку или его любимую книгу, или на какой главе мы остановились. и тогда мы спрашиваем его ничего ли мы не забыли, и ребенок нас поправляет. Это некоторые способы того, как создавать возможности в окружении ребенка для спонтанной инициации. «Би» это реакция ребенка. Это вербальная коммуникация любая, которая происходит как реакция на возможность, которую вы дали ребенку. Она, естественно, зависит от уровня ребенка. Эти коммуникативные поведения могут выглядеть по-разному. То есть сначала это может быть прямая имитация, или попытка сказать что-то вербально, или же невербальная попытка что-то сказать. Ну и, конечно же, спонтанная речь, которую мы пытаемся максимально поделить. «Си» это последствия. Последствия это то, что следует напрямую после поведения, и это то, что повышает возможность повторения такого поведения. Значит, есть два варианта. как с нашим примером ошенки, у нас есть позитивная. То есть это когда мы даем доступ к тому, что ребенок хочет взять или сделать. И есть негативная поддержка. То есть это когда ребенок избегает того, что он не хочет делать, или того, что он не хочет. Например, когда ребенок говорит «все» или «не хочу». Это поддержка поведения речевого это последовать тому, чего просит ребенка. Ну и, конечно же, мы максимально используем позитивную поддержку, поскольку мы хотим добавить к тому, что делает ребенок. Чтобы он больше узнал и больше мог играть. То есть позитивная поддержка очень хорошо работает со спортивной инициацией, потому что мы видим, что увеличивается мотивация, и поэтому мы используем позитивную поддержку всегда, когда может. А теперь Стефания расскажет шесть мотивационных техник, которые сконцентрируются на желтом кружке возможностей, чтобы и целью является увеличение мотивации. Отлично. Так. И, как говорила Катерина, у нас есть структура ABC, которую мы должны помнить каждый раз, когда мы даем возможности обучения ребенку. У нас есть шесть вещей, которые мы можем контролировать, которые влияют на мотивацию ребенка. И я хочу напомнить, что каждый из этих шести пунктов был индивидуально исследован отдельно от всех остальных, то есть они работают не только как группа, но и каждый по отдельности. мотивации. И это создаёт мотивационную группу. И каждый раз, когда мы даем ребенку возможность, мы думаем про вот эти шесть пунктов мотивации. Я пишу все шесть, но при этом хорошо понимать, что внимание и чёткие подсказки, то есть наша подсказка или инициация должна быть очень чёткой. Мы должны убедиться в том, что мы следуем за ребенком, что у нас общий контроль, что у нас есть разные задачи, и я про них чуть позже расскажу. И это тут примеры. Вот это так, извините, немножко переключилась рано, немножко чуть-чуть поломна. Так, еще раз. Поддержка поведения, поддержка, естественно, всегда зависит от того, что ребенок сделал, и это должно быть натуральное последствие, которое поддерживает это поведение. То есть мы работаем с тем, что у нас есть, и мы всегда стараемся поддерживать ребенка. еще раз, когда мы смотрим на прецедент, первое, о чем мы должны подумать, это, когда мы инициируем общение с ребенком, то есть это подсказка или просьба. Во-первых, нужно знать, что внимание ребенка на вас. и это вам сохранит очень много сил и энергии, когда вы убедитесь в тот факт, что внимание ребенка на вас. То есть намного лучше, чтобы ребенок сначала обратил на вас внимание, а потом вы уже начинаете с ним коммуницировать, потому что если он играет с машинкой, то внимание не на нем, а не на мне. И если машинка приехала ко мне, то я знаю, что машинка теперь у меня, его внимание теперь уже ко мне. Значит, мы должны инициировать очень четко, инициировать коммуникацию, и она должна совпадать с тем, что делает ребенок. То есть неважно, где находится ребенок в саморечивом развитии, мы должны к нему присоединиться. То есть если он может сказать одно слово, то мы ему говорим одно слово, мы ему говорим машинка, и мы смотрим на его реакцию. То есть любая даже попытка сказать слово или даже произнести звук, оно засчитывается как реакция. Если ребенок говорит немножко больше, то есть когда он, например, составляет несколько слов вместе, например, я хочу черный бэтмобиль. То есть это очень четкая просьба, и тогда там можно уже инициировать с более сложными предложениями. Но убедитесь в том, что вы прямолинейный, и четки в том, что вы хотите получить от ребенка. То есть мы находимся на их уровне зрения, мы используем простые предложения, когда мы с ними играем. То есть скорее всего мы можем играть, сидеть с ними на полу, иногда даже лечь на пол, чтобы они смотрели на нас прямо или вниз, вместо того, чтобы смотреть наверх, чтобы обратить на нас внимание. То есть и конечно же не нужно спрашивать, как тебя зовут, чтобы получить машинку, потому что нету прямой логичной связи между ответом на вопрос как тебя зовут и тем, что мы ему дадим машинку. Поэтому ваша коммуникация должна быть связана с поддержкой реакции. и вот эта логика и чёткость будет для них мотивацией, чтобы продолжать с нами общаться. То есть чёткие вот эти правила и чёткие ожидания, они будут легче понимать, что им нужно сделать, чтобы получить то, что они хотят. И конечно же у нас может быть немножко будут трудные подходы к ребёнку, то есть мы можем задать вопросы, но нужно задать вопросы, которые мы знаем, что ребёнок знает на них ответы и может на них ответить. То есть например, если мой ребёнок знает слово машинка, то я могу спросить у него «А что ты хочешь?» и он ответит машинку и соответственно мы знаем, что это. Если мы не знаем, насколько он понимает нашу речь, то тогда мы можем молча на него посмотреть, держа машинку и как бы намерить наше, что мы от него ждём ответа. Значит, как использовать чёткие подсказки и чёткую инициацию? Во-первых, очень важно, когда мы думаем о том, как мы начнём это общение, я всегда говорю родителям, что подумайте о том, что мотивировать ваше ребёнка. Это очень важно для использования. У нас есть очень хороший пример. Во время пандемии, когда мы работали с семьями в домах, у большинства из них есть антибактериальные салфетки. Мы все их искали, у нас у всех это было. И ребёнок играл себя в комнате, а потом он подошёл к салфеткам. Отец очень хорошо следовал за ним, но когда он увидел, что ребёнок схватил салфетки, он решил, что он с ним поговорит. И что классный пример, папа смог использовать разное общение с одной вещью, потому что он следил за тем, что ребёнок хотел сделать салфетками. То есть сначала ребёнок схватил салфетки, так что папа сказал коробку рука, ну потому что они были в руке, и дал коробку. То есть следуем ABC. Потом ребёнок пытался открыть коробку с салфетками, но они были очень сильно закрыты, поэтому папа положил руку на крышку, спросил открыть, ребёнок повторил открыть, и тогда папа ему открыл. И ребёнок потом пытался вытащить салфетки, и у него не получалось, и папа спросил тянуть, ребёнок сказал тянуть, и папа ему вытянул салфетку. И когда малыш вытащил салфетку, он начал тереть её между раками, их чистить, и опять-таки папа очень быстро присоединился, это была наша уже десятая сессия, папа тоже взял салфетку и начал тоже вытирать руки себе. Он посмотрел на сына и сказал чистим, и малыш повторил чистил. Так что это очень классный пример того, как использовать чёткие подсказки в каждом случае того, когда ребёнок что-то хочет. и мы использовали просто один предмет, вот эта коробка, и папа смог хорошо разговаривать ребёнка. И это даёт смысл тому, что происходит, и ребёнок понимал, как каждое слово связано с разными действиями, которые они предпонимают. И точно так же у нас есть девочка, которая играет с мамой на кровати, ну это то, что мы часто используем пешки, любые сенсорные сенсорно-социальные занятия это хорошо, особенно когда они нам нравятся. Так что зависит от того, что мотивирует ребёнка. У меня есть мальчик, который обожал прыгать на кровати, а потом любил, чтобы его на неё кидали, так что мама ему говорила прыг, 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 и она держала его за руки и ждала от него ответа, то есть у них были общие контрольные ситуации, она говорит, прыг, он прыгает, а потом она останавливалась, он начинал тянуть назад, и она говорила, полёт, полёт, и она его бросала на кровать, он исчез. Так что ваша инициация общения, она должна быть связана с тем, что мотивирует ребёнка и что его сейчас интересует. И тогда мы попадаем в точку и ребёнок даёт реакцию, которую мы от него хотим, и параллельно ребёнок учится понимать, что означает каждое слово и как оно связано с ситуацией. То есть если ребёнок хочет строить что-то из лего, мы можем говорить строить, потому что ребёнок знает строить, или можем говорить синий куб, или большой оранжевый куб, смотря какой кубик ребёнок хочет. То есть мы можем начинать делать более сложные описательные слова и добавлять там синий кубик, большой оранжевый кубик. То есть когда ребёнок понимает что-то по одному слову, то мы можем добавлять больше слов, которые ему быть менее знакомы. У нас есть девочка, которой нравится то, как светятся эти кубики. Так что ей можно сказать смотрим на лампочку и ребёнок смотрит на лампочку и отвечает да, особенно если вы, например, прикрываете рукой светящиеся блоки. То есть такие вот прятки. Итак, си, последствия. То есть это тоже мотивация, о которой я говорила Терема. то есть последствия должны зависеть от поведения ребёнка. Что это означает? То есть если ребёнок делает то, что вы хотите, то есть он реагирует вербально, то он получит то, что он хочет. То есть машинку, блоки, свет, откроют коробку, но если они не реагируют, то они не получают того, что они хотят, потому что мы не даём это. и почему это важно? Опять-таки это очень чёткое обучение, это очень ясное обучение, потому что мы им даём понять, что ему нужно сделать, чтобы получить то, что он хочет. То есть оно, это постоянное чёткое правило, вот, и чтобы ребёнок понял, что нужно ему сделать, чтобы получить то, что он хочет. и ещё один важный момент, это то, что оно должно происходить сразу, после поведения, потому что мы поддерживаем вот то, что случилось у ребёнка, и у нас есть меньше десяти секунд. То есть если я говорю, а, ты хочешь играть с машинками? Он говорит, да, хочу, а мне потом нужно идти на другой этаж, выносить коробку с машинками, приносить, то это слишком долго. и у него уже теряется связь между его словами и последствием, что я вынесла машинку. То есть у нас наши последствия должны быть сразу при нас. И естественно, мы должны быть постоянны, потому что если мы меняем последствия, и мы всегда делаем то, что мы обещаем, потому что должно быть всё постоянно. мы родители всегда предупреждаем, что нужно следить за тем, что вы обещаете ребёнку. Например, если вы начинаете с ребёнка говорить про ужин, что ты хочешь на ужин, то тогда нужно, чтобы ребёнок ответил рис, например, и он сразу ответил. И одна семья сказала мне, что они делают первые на ужине. Вот они сказали, что всё очень хорошо, потому что всегда спрашиваем, что сын хочет, он всегда говорит рис, он обожает рис, и мы ему всегда даем немножко риса, потому что он больше ничего особо не хочет есть, поэтому нужно осторожно, если ребёнок что-то просит на ужин, то всё остальное возможно придётся убрать. Но на перекус то это можно использовать. Так что будьте осторожны с тем, что вы спрашиваетесь ребёнка, вы должны уметь давать ему то, что он попросил. И иногда это неплохая проблема, когда у вас очень чёткое исследование за PRT, то у вас появится штука, что ребёнок начнёт спросить кучу всего. Был ребёнок, с которым я работала, с ним было тяжело начать, было тяжело понять, что его мотивировать, я работал вместе с Катериной, но он очень любил мороженое. И мы сказали маме, что если она не против, то мы начнём работать с мороженым. И как оказалось, с мороженым дело пошло хорошо, и у него было много речёных навыков, которые он не использовал. И тогда мы начали спрашивать, что он хочет, и давать ему мороженое, только тогда, когда он просил мороженое, говорил слово. И тогда он начал понимать, что когда он что-то хочет, то он должен это сказать вслух. мороженое. Но тогда сейчас проблема, что в 6.30 ровно вечером в 6.30 утра он приходит, меня будет, и когда я открываю глаза, он говорит мороженое. И мы объяснили, что в 6.30 утра поскольку он сам инициировал, то не обязательно давать мороженое, можно сказать нет. Итак, прецедент. То, про что я говорила, это выбор ребенка и общий контроль. Мы следуем за ребенком, за его мотивацией, мы делаем PRT и работаем с тем, что мотивирует ребенка в этот момент. Почему? Потому что для аутистов сложнее найти мотивацию. Их труднее мотивировать, чем других детей. Потому что у нейротипичных детей есть социальная мотивация, чтобы взрослые их хвалили. У аутистов такого нету, поэтому мы следуем за аутистом немножко. То есть мы следуем за их интересами, чтобы развить их мотивацию. Как мы находим их мотивацию, мы за ними наблюдаем. Мы всегда говорим родителям, что не торопитесь, просто сядьте и понаблюдайте за ребенком, посмотрите на язык их тела, что их интересует, что их мотивирует. И только тогда можно начинать инициацию. И опять-таки мы следуем за ребенком, это максимизирует, увеличивает участие ребенка и возможность генерализации нам. Например, если ребенок мотивирован качелями и у нас есть качели рядом с ребенком, то мы можем использовать качели. Толкай, выше, больше и так далее. И вполне высокая вероятность, что ребенок принесет навыки этих слов на другие качели, в парке, в жидоме или еще где-нибудь, потому что он мотивен. И опять-таки нужно избегать требований от ребенка в тот момент, когда уверены, что ребенок уже замотивирован это сделать. То есть, например, можно заманить ребенка, например, я буду играть с мячиками и начать играть с мячиками самостоятельно. И в тот момент, когда ребенок фокусируется на том, что вы делаете, он этим заинтересован, тогда можно начинать инициацию общей. И другой аспект выбора ребенка и общего контроля это то, что у нас есть контроль в том плане, что мы должны контролировать то, чем мы поддерживаем поведение ребенка, до того, как мы это предлагаем. Например, если ребенок уже играет с машинкой, вы говорите машинка, то, скорее всего, ребенок не отреагирует, потому что коммуникация трудна для него, и поэтому он не ответит. То есть, если я ему уже дала машинку и уже играет, то, скорее всего, он не отреагирует на мои слова. Но, если я держу машинку, то, тогда возможность, что он скажет машинка, на самом деле, высока. еще про общий контроль. Контроль общий с ребенком и родителем. Ребенка тоже контролирует, потому что мы используем то, что мотивирует его. Но, с другой стороны, мы можем перенаправить его и установить ограничения. Например, с мороженым в 6.30 утра, когда ребенок выдавать мороженое не будет, но можно предложить что-нибудь другое на заметку. То есть, например, фрукты или вафли. То есть, то, что ему нравится. И вы тогда говорите, что мороженое нет, но ты можешь выбрать фрукты или вафли. То есть, вы даете ребенку ощущение контроля и все равно вы имеете результат, который вы хотите. То есть, например, ребенок выполняет домашку и он не хочет делать домашние задания, но вы можете ему сказать, что слушай, ты можешь сделать домашку на кухне или у себя в комнате. Или там ты можешь сначала сделать математику или начать с литературы. Когда у ребенка появляется ощущение контроля на ситуации. Итак, стратегия для общего контроля. Первый, это самый простой, это то, когда вы держите то, что ребенок хочет. То есть, так как я держу машинку, говорю машинку, ребенок говорит машинку, я ему даю машинку. Вы всегда можете помешать ребенку, например, положить руку и заблокировать машинку, чтобы он дальше не мог ехать. Или там взрыв... И тогда вы ждете от ребенка реакции, там, убери руку, или там поезд едет. также можно добавить какую-нибудь игрушку в игре. Я работаю с одним мальчиком и он любит играть с папой в прятки. И поскольку, и поскольку, когда они играют на кровати, там не сильно много вещей, то мы решили давать, добавим его игрушки. То есть, сначала был папа прячь, ты папа прячь, а потом мы начали прячем крокодила, прячем акулу, там много у них игрушек, которые он любит. И тогда мы начали быть более точными. Ну, это, конечно, было случайно, потому что мы играли в прятки. Вот так что ребенок был из себя. А рука папы свешивалась с кровати, ребенок заметил. Папа очень быстро сказал накрыть руку. И молочь накрыл руку. То есть, мы можем быть очень точными в том, что мы спрашиваем ребенка. И папа контролирует это в том, что он высунул руку, ребенок ее закрыл, потом высунул ногу, ребенок ее накрыл, а потом папа высунул голову, сказал накрой голову, и ребенок накрыл голову. То есть, получается, что он вводил новые вариации в игру и обучил ребенка частям тела. Так что мы начали с простых пряток, когда мы прячем папу, а потом стали более точными. накрываем части тела, накрываем игрушки. И опять-таки, это было очень весело. За всеми этими сенсорно-социальными рутинами вы, как родители, должны быть самым интересным предметом. Например, догони меня, или я тебя догоню, и играем догонянки. Также быть гибкими. у нас вот есть эти морские свинки. Я работала с девочкой, она была дома, и мы работали в онлайне, и обычно она мотивируется игрушками. Но в тот день она была уставшей, она только пришла со школы, и мама залогинилась на сессию, она сказала, что сегодня мало нет энергии, все игрушки есть на месте, но она ими вообще не интересуется. Я сказала, окей, без проблем, давай пока понаблюдаем. Вот никуда не торопимся, просто следуйте за ней, посмотрите, что ее интересует. И первые пять минут мы просто наблюдали и шли за ней. Потом мама пыталась привлечь ее чем-нибудь, а девочка не реагировала. до того момента, когда мы дошли до ее морских свинок. А вот я их никогда не видела, сказала, ух ты, у нас морские свинки. И мама сказала, да. А тут она рукой потянулась к ним и мне сказала, о, она с ними играет. Мама сказала, да, они сейчас спят. И тогда мы дали ей промпт, инициировали, сказали, открыть клетку. Она сказала, открыть клетку, и дальше мы начали общение про морских свинок, выяснили их имя, Нат, назвали Боба, Тарутина. Вот. И мама спросила Боба, малышка ответила Боба, и она доставила Бобу. И мы знаем, что Боба любит шпинат, и мама спросила, шпинат. Мала сказала, шпинат, и мы покормили морскую свинку, и мы подумали, что еще мы можем с этим сделать. Вот. Но она любит их кормить. Так что мы пошли к холодильнику, достали морковочки, принесла пакет с морковочкой, и дальше и дальше вот простое действие кормления морских свинок стало очень большим. Открыть мешок, взять шпинат, кормить морскую свинку. То есть будьте гибкими. Кертий можно сделать с чем угодно, чем ребенок заинтересован. Ну и как я говорила в начале, мы используем прямые и природные поддержки. То есть мы даем ребенку натуральные последствия своих действий. То есть и это добавляет смысл в то, чему ребенок учится. То есть особенно на уровне первых слов, потому что это связывает слово с значением слова. Так что мы параллельно тренируем понимание речи. И это очень важно, особенно когда мы только начинаем работать с ребенком. То есть когда мы говорим машинка, и он говорит машинка, и он получает машинку, то есть он тогда понимает, что вот машинка это вот этот предмет. Это добавляет смысл обречения. Так что используя прямые последствия, которые подкрепляют поведение, улучшают навыки обобщения выученного и так далее. То есть если он дома говорит качелька, и он говорит качелька в школе или в парке, то вероятно, что кто-то его поймет и приведет его к качеле. Ну и конечно это улучшает ответ, потому что когда ребенок обучается в живом окружении, и когда это весело и ребенку и взрослому, это очень важно, потому что все должны получать от этого карты. Мы часто слышим о теме, что, например, бабушка очень удивилась, когда малой пришел к бабушке и он мог попросить сок. Опять-таки факт, что он дома научился просить сок, а потом обобщил этот навык на то, чтобы попросить сок у бабушки дома. Это очень важно. и перенос навыков это очень-очень важно, и это увеличивает их готовность к общению. И опять-таки перки можно делать где угодно, по дороге в парк. Мы можем останавливаться и говорить, мы идем, и мы тогда не подтверждают, идем, и мы с ним идем. Мы должны, конечно же, убедиться, что у нас есть что-то, что ребенок хочет, и что его мотивирует. И поэтому, когда мы работаем с цветами, я всегда говорю родителям, во-первых, давайте подумаем, есть ли что-то, что мотивирует вашего ребенка, который имеет определенный цвет. И я всегда привожу пример Владимира Квин, который главный персонаж фильма «Машинки», потому что он был когда очень популярен несколько лет назад. очень многим детям мы учили красным, красному цвету. Томас пояс, так, синий и так далее. То есть мы смотрим на то, что мотивирует ребенка, то есть что ему интересно, что он получает, то есть, красную машинку, которая Владимир Маквин, а не синий, потому что это его любимый персонаж. То есть вот так мы его обучаем словам «красная машинка». Это прямой и натуральная поддержка того, что он выучил. И тогда он начинает обращать больше внимания на эти прилагательные атрибуты предметов. И опять-таки, если мы хотим научить большой-маленький, хороший пример это печеньки. У нас есть мини-Орео и большие орео, и мы можем показать и спросить «ты хочешь большой или маленький?» Естественно, ребёнок хочет, например, большой, и мы говорим «большая печенька». И таким образом мы привлекаем внимание к тому, что есть разные размеры. То есть это природная поддержка этого обучающего момента тому, что означает слово «большой» и как оно выглядит. У меня был мальчик, который пил молоко утром и днём. И утром молоко было горячее, а днём было холодное. И мы на примере молока научили его примеру холодного и горячего. То есть, например, с утра мама говорила «тёплое молоко», добавила «тёплое молоко». А как-то одним утром мама дала ему холодное молоко и играла в наивного взрослого. И она один раз ему дала холодное молоко с утра, сыграла в запутавшегося взрослого и спросила «холодное или горячее тебе молоко?» Молочь сказал «горячее», потому что он знал, что такое должно быть. Дальше. Вариация заданий. Это связано с тем, что мы понимаем, нам нужно менять простые и трудные задания. Например, простые задания, они дают ребёнку уверенность в себе. То есть, это то, когда ребёнок уже быстро отвечает на вашу инициацию, для него это просто и поэтому это его мотивирует продолжать общаться. То есть, это навык, который у ребёнка уже есть. Например, если я хочу что-то делать, что я знаю, я это умею делать, то тогда у меня будет мотивация это сделать. Но если я, например, делаю что-то, о чём я не знаю, например, лекция про алгебра, то у меня мотивации это делать особо не будет. То же самое с детьми. Если что-то достаточно просто, им это нравится, то тогда у них будет больше мотивации, чтобы отвечать на этот запрос. то есть, уверенность и мы создаём вот такое вот движение. То есть, мы говорим машинка, машинка, едет, едет, толкать, толкать, и тогда они разгоняются и в тот момент мы добавляем какую-нибудь трудную задачу. То есть, то, что даёт новый навык, который ребёнок должен выучить. например, мы говорим машинку толкать, едет, и мы говорим «А что ты хочешь?» То есть, это сложнее. И то, что вы просите от ребёнка, не должно быть слишком далеко от того, что он может. То есть, плюс один к уровню сложности. то есть, мы делаем много-много-много простых заданий, которые поддерживают ребёнка, а потом одно новое. У многих родителей есть вопрос насчёт того, как это правильно миксовать. В принципе, идёт семь простых к одному трудному. Вроде бы, это много, особенно, особенно, когда ребёнок уже отстаёт, то дети спрашивают, почему, нужно ли работать над тем, что ребёнок уже знает, ведь он и так уже отстаёт. Это и полгода, и мы всегда говорим «Да», потому что наша первичная задача – это моделировать ребёнка, отвечать, реагировать, пытаться, общаться и так далее. И через ощущение уверенности, которое вы не вырабатываете, они могут отвечать всё больше и больше. Итак, можно менять окружающую среду, можно менять требования, можно менять ваш запрос. То есть окружающая среда – это, например, когда ребёнок у вас дома, или когда ребёнок у бабушки, или когда ребёнок с друзьями. Вот, ну, конечно же, если ребёнок находится вместе со своими однолетками, то обычно лучше немножко легче делать задания, потому что добавляется социальный аспект. То есть, например, дети, которые уже могут спросить у родителей, я хочу синюю машинку, пожалуйста, то когда они находились в компании с другими детьми, то у них было более простое общение, все спускались на 1 или 2 уровня ниже и говорили вместо полного предложения, я хочу машинку или дай машинку. То есть нужно то есть нужно учитывать, что повышение трудностей может быть в окружающей среде и особенно если добавляется социальный элемент. И то, что показалось следование, это то, когда мы варьируем простые трудные задачи, то обучение происходит намного эффективнее и обучение происходит быстрее, когда мы используем много простых задач. то есть вроде бы нелогично, поскольку ребенок уже отстает и не должны ли мы делать трудные задачи ему, чтобы догнать, но нет, нужно давать ему простые задачи, чтобы ребенок вырабатывал мотивацию общаться дальше и мы поддерживали это. Так что когда мы делаем много простых задач, это уменьшает попытки избегания поведения и мероприятий. Так что очень важно понимать, на каком уровне находится ребенок, что он может сделать, следовать за ребенком и начинать с простых задач. И сколько трудно, сколько простых заданий мы делаем, если это от состояния ребенка в тот день. То есть если ребенок уставший, у него нету мотивации, то мы сделаем очень много простых задач и очень мало новых задач. Если очень большая мотивация, то тогда мы сделаем больше трудных задач и меньше простых задач. То есть опять-таки мы должны быть гибкими, потому что это зависит от мотивации ребенка, от контекста того, что происходит и того, как ребенок себя чувствует. то есть если вдруг сдавались социально, если новом месте и так далее. Например, вот тут ребенок с iPad. Мы не знаем, когда мы можем использовать эти планшеты в Перте, потому что многие дети, когда они получат iPad, они не хотят его отдавать, то есть у них проблема с общим контролем. Но в то же время в играх очень легко что быстрая реакция. Например, мы говорим запустить видео, запустить и все. То есть очень быстро и очень просто. У ребенка любимое видео. Я работала с ребенком, сначала сказала маме, что это первый раз. нажимайте на паузу видео, говорите играть дальше? Говорите дальше? Говорит да, дальше. Потом через некоторое время опять на паузу она нажала и малыш сам сказал дальше. И тогда она сказала, что теперь нам нужно будет быстрее, чем ребенок. И дальше мама нажала на паузу, спросила а что это? Ребенок ответил поезд, потому что это был поздно, мама нажала играть дальше. То есть например мы делали три простых и одно тяжелое, потому что поддержка через iPad была очень быстрой и очень успешной. И в конце другие бальцованные эффекты это то, что мы хотим поддерживать попытки, потому что социальная коммуникация намного тяжелее для детей с аутизмом, чем для детей нейротипичных. Поэтому мы их обучаем таким образом. Нам нужно понимать, что даже простой ответ может им стоить очень многого. здорово. То есть если мы говорим о детях с очень базовыми навыками речевыми, даже звук нужно поддерживать. То есть когда он спрашивали «камень», он говорит «ка». И мы все равно поддерживали это, потому что это был его уровень, он мог реагировать только с звуками, но все равно он реагировал, и он пытался, и нам было это важно, поэтому мы ему давали то, что он хотел. И, конечно же, если у них постоянно не получается ответить на то, что вы хотите, то тогда эта фрустрация уменьшает их мотивацию, они будут отвечать меньше. То есть нужно отслеживать, чтобы мы не ставили цели слишком высоко. И если ребенок видит, что наша реакция, что последствия не совпадают с тем, что попросил, и это связано с обученной беспомощностью, потому что у этих детей есть очень большой опыт неудач, и они перестают пытаться. Мы не хотим, чтобы это происходило, поэтому мы хотим им показать, что каждый раз, когда они пытаются, они получают то, что они просят. И это очень-очень важно, чтобы они был позитивный аффект, чтобы они обучались, чтобы они участвовали. И опять-таки поддерживание их попыток улучшает их реакции, улучшает их ответы и дает им позитивные эмоции. эмоции. И также у нас есть эммм как это быть? Также мы должны быть гибкими, потому что иногда он скажет пузырь, да, но, например, в следующий раз нужно бы сказать пузырь утро, когда он уставший, он скажет пузырь, и это все равно следует поддерживать. И как мы понимаем, давать или нет, он действительно пробует или нет. мы смотрим внимание на чем, пытается ли он ответить, старается ли он. То есть даже если он вчера очень радовался, был на подъеме, сказал пузырь очень четко, а на следующий день он говорит пузырь, то мы все равно поддерживаем это, потому что мы знаем, что он внимания на мне, он старается ответить, это связано с задачей, третьей важной вещи. И он очень замотивировал. То есть когда ребенок очень-очень замотивирован, мы ожидаем больше результатов от него, а если мотивации меньше, то тогда попытка будет меньше. То есть всегда лучше поддержать их за попытку, чем поддержать только идеальный ответ. Потому что тогда они учатся, что попытка это тоже хорошо и важно. и вот есть мальчик, с которым я работал, он ему не очень интересовали игрушки, мы занимались в онлайне, у него была любимая лошадка, на которой он качался, и для того, чтобы качаться, он говорил кача, и мы это поддерживали, также у него была сенсорная качелька, которую он любил, и он тоже выговорил первые звуки. И мы его поддерживали, потому что у каждого из этих занятий было свои звуки. И это достаточно часто у детей, которые начинают говорить, у них есть звуки для того, что они любят, а все остальное у них есть другой звук, который означает все остальное. У него это был ВАВА. То есть ВАВА было для еды, для воды, для всего остального. То есть ВАВА у него было все. Чтобы открыть дверь у него была ВАВА. Но это нормально, мы все равно поддерживали эти попытки. То есть чуть позже мы можем над этим поработать, но сначала мы поддержим просто его попытку ответить вербально на нас. Даже если мама говорила открыть, он говорил ВАВА, но все равно это поддерживали, потому что это был его уровень развития, мы поддерживали его попытки вербально ответить. Итак, я передаю слово Катерине, которая вам даст еще пример о том, как создать возможности создания общения. Итак, чтобы все успеть, я очень быстренько все это пишу, чтобы мы могли перейти к вопросам до того, как мы закончим. со всем тем, о чем мы говорили, с нашими ABC, с нашими мотивационными стратегиями, также нам нужно думать о том, как это применить все это дома. то есть не только связано с игрой, а со всем, что происходит вокруг ребенка. Со всем, что мы говорили, мы рекомендуем родителям найти вещи, которые делаются в течение дня несколько раз, а потом наблюдать за ребенка и что его мотивирует в этих вещах, чем можно использовать PR-те. И дальше мы обращаем внимание на то, чтобы делать вещи чуть-чуть по-другому, что-то забывать сделать, не всегда сразу прыгать вперед, помочь ребенку завязать ботиночки, потому что это замечательные возможности, чтобы ребенок попросил помощи, помочь завязать шнурки, например. Так, чтобы сохранить время, передаем слово Grace. Спасибо большое. Как видите, у нас тут несколько слайдов, мы через них пролетаем. Что основные мысли с этой лекции? Как вы уже слышали, PR-те можно делать где угодно, с чем угодно. Я надеюсь, что мы вас уговорили и убедили в том, что когда мы работаем с мотивацией, мы должны о ней помнить, когда мы учим ребенка. так что если вы можете использовать эти методики, чтобы дать ребенку возможно научиться в течение дня, то это очень классно. И если вы всегда готовы последовать за тем, что вы у него спрашиваете, то это тоже очень правильно. мало возможностей лучше, никаких. Не думайте сразу о том, что вам нужно круглосуточно заниматься PRT. Вы можете это делать несколько раз делать хотя бы. Следующий слайд. Я хочу сказать спасибо Клодиру Кардену и нашим дорогим командам, членам команды Френшер Дженнифер Филлипс, который тут на фотографии и наши коллеги Лин Кегель, Роберт Кегель, Даниил Абрамс. Маленький кусочек нашей команды общей фотографии. Так что всем большое спасибо за то, что вы сегодня тут присутствовали. Мы постараемся на некоторые вопросы мы уже отвечали письменно, так что теперь передаем слово и ответим на некоторые вопросы вживую. Итак, пожалуйста, я могу зачитать вопросы или кто-то другой будет читать, модерировать? Я могу зачитать их. Спасибо, Анна. Итак, я начну с украинских вопросов. Ребенку четыре с половиной, он не говорит, у него есть только одно слово, которое он говорит, и как я могу помочь ему найти мотивацию, он автоагрессивен, сам себя бьет, как я могу работать с ним на его коммуникации. Спасибо. Итак, я думаю, что это беспокоит многих людей. Для ребенка, у которого очень-очень мало слов, лучший вариант это выбрать что-то, что ему очень-очень хочется, что-то, что его очень сильно интересует. И тогда попробуйте, чтобы он использовал это одно слово, которое у него есть, чтобы попросить. То есть это может быть еда или действие какое-нибудь, например, поменять, или использовать одно слово, которое он знает, чтобы он попросил то, что хочет. И когда ребенке, дети убегают и бьют себя, мы хотим, мы должны сконцентрироваться на том, что они хотят сделать, а не на том, чтобы заставить их сделать то, что они делать не хотят. Это важно очень для детей, которые убегают и бьют себя. И тогда моделируйте очень простую коммуникацию. То есть любой злоб, любая попытка ответить, что-то сказать, реагируют они на нее. Потом постепенно вы будете работать с ребенком на то, чтобы он говорил разные звуки, разные слова на разные вещи, но когда ребенок и так уже в стрессе и перегружен, то нужно начинать с простого. Другой вопрос. Как научить гиперлексичного ребенка задавать вопросы? То есть сама мне уверена как с этим работать. Значит, гиперлексия это когда, которая есть у некоторых аутистов и это может быть сильной частью. То есть когда Катерина и Мария говорили о том, как вот эти ABC работы, то есть как начать и поддержать попытку ребенка, когда ребенок не знает как читать, большую часть, чаще всего наши организации они вербальны. То есть мы говорим слово, ребенок повторяет это слово или мы задаем вопрос, ребенок отвечает. Когда ребенок гиперлексичен, то мы можем использовать написанную инициацию. И иногда можно записать слово, если у ребенка очень хорошее навык чтения. И если вы пытаетесь научить ребенка задавать вопросы, то вы можете написать вопрос, который вы хотите спросить. Но ключевой момент здесь это то, что природные последствия и натуральные поддержка это то, что научит ребенка как, что это такое. То есть возможно вам нужна будет очень серьезная поддержка и наград. Например, если вы хотите научить ребенка говорить машинка, то вы должны убедиться, что вы даете машинку, когда он реально хочет, когда не очень хочет. То есть тот момент, когда ребенок действительно очень его интересует что-то и он очень хочет ответ на свой вопрос, то тогда натуральные последствия ответа на его вопрос, они будут очень эффективными. Но если ребенку неинтересно, то тогда это все равно будет неэффективно. Дальше. Как я с половиной года не понимает речь и не говорит, как я могу замотивировать ребенка. Стефани? Мой любимый Мария Стефани. Я хочу сказать, что два года назад мой сын почти не говорил и Стефани она меня научила, она мне помогла и научила меня, что нужно делать и она прекрасна. Я не буду делиться вашей Марии Стефани, но он у меня есть. Мой ребенок теперь разговаривает и огромное спасибо Марии Стефани. Спасибо, Дана. Все помогли своему ребенку начать говорить. Это все очень важно наблюдать за ребенком, то есть двухлетние дети двигаются много, двигаются быстро, и это, конечно, очень выбивает сил, поэтому приготовьте себе дополнительную чашку кофе, но вам нужно пронаблюдать, что его интересует и что его мотивирует. То есть для двухлетнего ребенка это могут быть очень простые вещи. Например, слезть и залезть на диван. То есть ищите момент, когда вы видите, что ребенок что-то очень хочет сделать, и используйте одно слово, чтобы инициировать коммуникацию. ребенок хочет выбраться из своего стульчика, как это делает малыш, но не может. И вы используете слово «слезть» и ждете любой реакции вербально. То есть, например, говорите «снять», когда он реагирует, снимайте. Иногда нужно говорить «снять» и просто ждать, что он обратит на вас внимание, потому что поскольку он не говорит, то для него все задания являются сложными, но нет простых заданий. для начала вы должны реагировать на любую его реакцию, потом можно начинать от него ждать, что он будет уже отвечать вербально хоть какой-нибудь звук. Потом уже только слабо. Следующий вопрос. Как лучше всего научиться сама адвокация? С одной стороны мы хотим дать ему речь, чтобы объяснить себя, но с другой стороны нужно с ним не совпадать. Да, это очень важно. Знаете, когда ребенок еще маленький, то лучше всего нужно начать с того, чтобы дать ребенку речь, научить его коммуникации. И как коммуницировать о том, что им важно, что им хочется. И потом уже вторым шагом вы учите ребенка как реагировать на то, что вы говорите нет. У малыша это всегда трудный процесс, а для это еще труднее. Но вопрос в том, что если мы не научим ребенка как спокойно общаться и передавать то, что ему нужно, то он будет закатывать истерики. Поэтому обычно мы сначала учим ребенка коммуникации и когда у ребенка есть сильные навыки коммуникации, то тогда можно начинать функции ждать. Но ждать по чуть-чуть и тоже это нужно постепенно развить. у нас заканчивается время. Нам нужно да, хочу всех поблагодарить. Возможно стоит сделать PRT часть вторая с учетом огромного количества вопросов. Думаю, что есть еще материалы, которые можно презентовать и мы можем это обсудить. Я думаю, что мы сделаем еще лекцию в течение нескольких недель. И пока что я хочу поблагодарить доктора Жангл, Стефане и Катерину за время и лекции. Мы очень благодарны за то, что вы сделали. Я надеюсь, что мы еще скоро с вами увидимся. Так что спасибо вам и спасибо всем, кто тут присутствовал. Спасибо за все ваши вопросы. и перевод на украинский и русский. Я надеюсь, что скоро мы их выложим в течение нескольких дней. Все, кто пишет нам переводы, а все, кто записывает перевод, пожалуйста, пишите. Отлично. Спасибо. Все, спасибо всем. До следующей недели. Пожалуйста, зайдите на наш сайт, чтобы увидеть расписание следующих лет. На следующей неделе мы будем говорить про трудное поведение и технологию PCBA. Все, спасибо. До свидания. субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры.